Если взять то же самое переименование Бориса Рыжего, ребята, если вы любите этого поэта и не живете на той улице, которую хотите переименовывать, вы вот идите в Люди, там же сейчас предлагают те улицы, которые в районе, где он жил, на вторчермете, вы вот езжайте на вторчермет, ходите по квартирам, рассказывайте, убеждайте, читайте стихи, просто чтобы преодолеть это сопротивление. И главная эта проблема, это у людей вообще огромное недоверие к власти. И в данном случае люди, это стало основной причиной неудачи переименования, люди опасались, что переименование создат для них проблемы. И вот какого-то вот зубодробительного аргумента, что ничего и никак не будет, представить, к сожалению, не удалось. Я где-то могу согласиться с людьми, потому что сегодня вам говорят, что, ребята, никаких проблем не будет, завтра какая-то административная реформа происходит, и говорят, что, вот вы знаете, вот все-таки выяснилось, что вам нужно вот ту справочку принести и вот ту справочку. И если мы хотим действительно там как-то менять топонимическое поле города, надо избавляться там от каких-то там улиц имени террористов или каких-то непонятно откуда взявшихся улиц. Ну вот я сегодня так с утра перебирал в голове этот вопрос. Например, есть улица Донбассская в городе. Ничего против Донбасса не имеем, но какое отношение Донбасс имеет к Уралу, давайте или мы разберемся с этим вопросом, или как. А с другой стороны, есть большое количество действительно событий и личностей, которые никак не увековечены. То есть там был, допустим, директор завода «Уралмаш» в годы войны, который всю войну выстоял, наладил там производство танков, и это был один из трех ведущих производителей «Три-четверок» во всю войну. На «Уралмаше» нет, улицы с его имени.